Самое главное это общаться, говорить, слушать, уметь, это тоже одно из самых главных качеств. И воспринимать информацию хорошо, не воспринимать ее в штыки. Это самое главное, что я вынесла из нашей поездки, нашей встречи. Сближает, очень сближает людей, просто, а это важно, очень важно, потому что, что у него, что у меня, подрастает поколение. И вы знаете, мне хочется, чтобы мой ребенок был в войне, хочется, чтобы мой ребенок свободно передвигался. На сегодняшний день я познакомился с... Грузинской стороной, и мне очень приятно знать этих ребят. Потому что они не такие, как думают у нас, например, в Абхазии. Что меняет в нашем обществе? Он меняет людей, он меняет сознание людей, он ломает, скажем так, некоторые стереотипы, как в нашем обществе, так и в ее обществе. И это, я думаю, очень важно. Этот процесс важен для наших обществ больше всего, потому что переосмысление прошлого надо, чтобы продвинуться в будущем, чтобы развиваться или, чтобы строить будущее. Без этого никогда хорошее или надежное будущее строить, я думаю, нельзя или невозможно. В моем сознании некая революция тоже произошла. С чем это было связано? С тем, что я не знал, когда ехал сюда, что мне будут говорить, как мы будем общаться, будут ли конфликты между нами. Если честно, в каком-то смысле думал, что будут конфликты. Но оказывается, что мы такие же люди и выяснили, что общие, какие-то вкусы в чем-то совпадаются. Смотрим, мы слушаем одну музыку, смотрим одни и те же фильмы, полем за одну и ту же футбольную команду. Я думаю, что если проводить такие встречи почаще, то это будет переломным моментом и в унах, и в Абхазии, и в Грузии. И это приведет к тому, что мы сможем друг друга слышать и понимать. Я, наверное, оптимист, но я знаю, что в дальнейшем все будет хорошо у всех. Благодаря таким встречам. Я так думаю.